всем привет в этом видео рассмотрим билд на мага пве ddf 14 0 сравнить с 13 сезоном он особо не изменился если какие-то такие небольшие помарочки но сейчас немного рассмотрим именно билд свежим варианте соответственно мы берем все на лед и на электричество мы начинаем брать электрошок потом ледяной поток ледяная стрела ледяная комета берем югу это наш ау и скилл берем шаром и молниям берем сейв колдовского барьер берем аспект нападением ствик тоже берем испытание огнем дотку чтоб кидать сугроб мы берем подконтроливать ледяной метеор грозовой фронт берем безмолния и невидимость принципе можно тут еще взять катаклизм но я обосновал ешь и через югу тут дело вкуса так сказать тут особо дальше нечего комментировать так как тут все взяты скиллы все новые тоже берутся сдвиг чтобы блинковаться там если какая-то ауешка там или какой-то круг ставится да там быстро с него выйти так тут получается 1 поле век мы берем только тут смотрят как тут некоторые берут некоторые нет так сказать магическое зеркало переходим чтобы раскидывать дотку испытания огня под кандалским барьером вот вот эту дотку то есть мы сей июзаем коллоска барьер появляется дотка вот вот это благодаря веке она распространится на всех то есть в идеале конечно можно блинкануться залететь в пак когда танк сагрил и заюзать коллоска барьер и потом view в югу но так сказать это такой очень опасный вариант поэтому если вы хотите сэкономить четыре веки то можете не брать вообще эту ветку тут переходим соответственно ледяная ветка берем все на лед то есть соответственно мы берем уровень заклинания ледяного потока литра шока увеличивается на 27 процентов берем их он холодный расчет он кстати изменился но теперь в аспекте нападения еще если мы ее замедленную стрелу раньше такого не было он кидает увязку вот такой небольшой измене кстати перевелось также благодаря этой веке у нас появляется еще стремительный к 2 в 100 благодаря стремительному колдовству 300 к мы можем заюзать ледяную стрелу допустим без без каста то есть за каждые три стака мы можем ледяную стрелу без и без кастования и вот канал кастуется если у нас 300 к стремительного колдовства то она не будет кастоваться также мы берем вечно между злота соответственно как как она работает если мы юзаем скиллы допустим электрически у нас прокает вечная мерзлота немного перейду вперед вот это альтернатива штурмового предупреждения если мы добро наоборот и за меденометр у нас будет прокать это еще увеличен урон будет электрошока разряд молнии и грозового фонта это вечно мерзлота то же самое что и штурмового предупреждения то есть у нас будет увеличен урон вот этими тремя скиллами этим соответственно чтобы заработал лично мерзлота мы наоборот бьем наоборот электрошоками электрическими скиллами разряд молнии и грозового фронта вот так дальше мы тут берем соответственно так чистое колдовство то есть во время теперь мы можем использовать ледяной поток шаровой молнии и грозовый фронт можно юзать на ходу только сколько рост передвижения будет 35 процентов также берем магический импульс эффект стимитил колдов стану соответственно увеличивает урон следующие заклинание тут разряд молнии ледяная стрела тоже берем в югу соответственно у нас будет урон фигуричное время восстановления снижено будут также может передвигаться благодаря таким образом в югу у нас можно ее вообще по кд благодаря тремя вехам тоже мы берем замерзшая звезда у меня ледяная комета ледяной метеор у нас соответственно будет нападать стаки золотопата они будут на соответственно дополнительно наносить урон дотка берем господство соответственно но и можно здесь леденицу дады это дополнительный сейф так сказать если у вас сейва не хватает на так как у могу вообще в основном один колдовской баре то можно взять еще дады и так сказать второй сель тут принципе все нечего комментировать перейдем к третье поле веха с этой сама тут берем на урон стихии у нас получается увеличена до 5 процентов берем без пул также берем гармония стихий весь урон на дом электричеством величество на 40 процента берем максимальное количество стихии берем молнии на 2 чтобы мы больше быстрее там бурстили допустим то что мы берем еще вот эти две дополнительные вехи нас тест наберем тут гармония стихий на 4 берем могу щеку могучку берем гармонию соответственно если мы юзаем там электрошок неважно какие скиллы там раз от молнии нас прокат гармонии мы можем завязывать один скилл без затраты стихий дальше мы берем электрошок вот шанс у нас сто процентов даст волшебнику один один на одну единицу стихии молнии также она еще дает нам слабость из получая вместе получивший удар умением но это особо не надо так как пвп в основном маг поддержки бегает берем шоковый разряд резерв молнии при попадании на 8 секунд наклада на цели шоковый разряд увеличит наносимый урон тут соответственно молниеносная скорость это если мы юзаем электрошок допустим да то у нас появляется стаки стремительного колдовства вот но и штурмовое предупреждение рассказать это альтернатива вечной золотой то есть мы сначала допустим чтобы у нас прокнуло штормовое предупреждение мы бьем допустим ледяным метеором ледяная стрела чтобы она прокнула когда на прок у нас появляется баф это дам под этим бафом уже объем над этими скилами и так по очереди этими потом пьем этими так теперь берем за в стихии это дает классовый ресурс на 5 единиц это так под бурст как раз полезным тоже еще может подгрузить силу ходит еще дополнительно надо стихи так принципе тут я рассказал все но громовый каскад это то же самое что и замершая звезда соответственно си мы юзем шарма в молнии расправляется тоже стаки за дабанта самом деле ничего сложного в ротации так по статам получается статы у нас решка получается приоритет мастерство беспощадности не к даму и ну и решки то есть должно быть на 666 больше господство 750 артефактом у нас получается фигурка my way но фигурка моего особо не заед потому что если вы бурстите вы сразу сей завязать а фигурка моего и свои за силу духа дает нам бабу вот поэтому тут смотрите сами в принципе когда вам бьюзать фигурку но она как бы нам сельдает тоже полезны щит йоки но это танковский но у меня нету проспера так что вообще для всех кто где-то там в поведа нужно проспера мне его нету так по ротации на самом деле ничего сложного нету мы как начинаем бы вообще она дошла прокнул баф соответственно вот этот штаммового предупреждения но мы сначала бьем ледяными скилами чтобы у нас прокнула вот это вверх и под этой вехой мы с набор стим закидом разряд молнии вот этот сейчас я конечно завезу показал вам вот нам надо сначала за шоковой разряд у нас появится стака стремительно колдовства и когда мы союзом разряд молнии без инкаста мы как раз у нас появится этот баф и мы бурстим просто с вами он украл кнопку грозовой фронт то есть мы перед грозовым фронтом юзаем буйство стихий синергию буйство стихий у нас получается гхд подготовка всех умений на 20 процентов также время восстановления глобальная на 20 процентов на 10 секунд ну и синергия у нас получается чем 15 секунд все затраты стихии будет снижена то есть мы спамим потом так грозовой фронт еще нас заканчивается с этой стихи молнии мы юзаем вдобавок зов стихий он сразу нам обновлять дает еще пять ударов дополнительный потом можно еще вырезать силу духа так давайте практике сначала мы что делаем закидываем испытание к нам дотку потом мы юзаем ледяный поток вот у нас прокнул баф мы юзаем разряд молнии и поехали бурстить бурстим бурстим бьюзом зо стихий еще осте бурстим мы еще вот так вот прокнул у нас ледяной баф как видите мы теперь ледяными скилами бьем 300 к стриме тел подавца нас появилась мы сразу скидываем ледяную стрелу чтобы я не кастовать ледяной метеор ледяную стрелку мы кидаем потом ледяный поток и бьем и обновляем испытание огнем мы еще опять у нас бог на бафнулся баф на электричество бьем только электрическими скилами но и грозовой фонт мы тоже спамим вот такая ротация и соответственно вас крысловой фон должен быть на первом месте решка тут вообще на изи держится сто процентов поэтому решку тут вообще надо всем заливать магом также еще забыл сказать огненный шар на день берется за чтобы мы закидывали испытание огнем потому что испытание огнем требует одну единицу стихии то есть у нас есть три стака допустим давайте просто покажу вам три стака у нас появляется мы как кидаем тот куда у нас стихия не да она ну один стак стихия не ожирает у нас будет но стихия не когда у нас еще есть три так и стремительно когда сам мы кидаем огненный шар у у нас появляется стихия не им потом мы обновляем дотку чтобы дотка у нас держалась соответственно но это вдобавок ротации которые я сейчас показала то что принципе маг не очень такой сложный класс самом деле просто надо приучиться вначале много кнопок прожать поражать а потом тут уже тыкайте три кнопки потом опять три кнопки тыкайте разных стихий и все и большую урон вы получаете минус конечно мага в том то что он очень медленно передвигается в полу в тв и потому что есть какие-то такие моменты где надо выйти с кругов а вы там допустим ротацию до свои делаете вам надо выйти там быстро с кругом придется там прервать все потому что маг когда кастует что-то он медленно передвигается вот так что такой минус так сказать мага можно еще завязать допустим гаура тоже перед боем банки соответственно какие банки нарежку пьем допустим пьем еще на стойку скальдерский бренивен это вы все можно взять у портала вот и пишетесь там рядом есть нпс вы покупать вот эту баночку дают дополнительные решки но еще тоже можно допустим нарежку купить так что принципе класс на самом деле очень легкий поначалу может быть сложно в освоении а так всем удачи всем пока и до скорого